Продолжаем говорить на самой интересной и важной теме. Сейчас у нас в гостях Юрий Гемпель, председатель Республиканского общества немцев, Видер Гебурд. Юрий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Константинович, 18 августа. Сегодня скорбная дата. Крымчане отмечают день депортации крымских немцев. Расскажите, пожалуйста, об этой дате и о том, что сегодня происходило в жизни вашей общины. Я вам хочу сказать, что Республиканское общество немцев Крыма, Видер Гебурд, на протяжении многих лет уже является инициатором проведения траурных мероприятий, приуроченных к депортации немцам из Крыма. И вот сегодня в очередной раз крымские немцы собрались у мемориала, депортированного из Крыма, возложения цветов, проповедь нашего пасторя. И, конечно же, в этом мероприятии принимали участие представители всех ветвей власти, что я считаю очень важно. Тем более, что после выхода указа президента Российской Федерации о реабилитации депортированных народов из Крыма, сегодняшняя дата получила определенный окрас. И у всех немцев, российских немцев, есть уверенность в том, что их права будут восстановлены, и они получат возможность вернуться на постоянное место жительства сюда, в Крым. Это первый день депортации, который крымчане отмечали траурными мероприятиями уже в составе России. То есть, действительно, этот день, 18 августа 2014 года, отличался чем-то от всех тех предыдущих? Да, безусловно, потому что в составе Украины мы достаточно много работали и говорили о реабилитации, восстановлении прав. И я вам хочу сказать, те законопроекты, которые подавались в Верховную Раду Украины, они не учитывали реабилитационные интересы немцев, проживающих в Украине в полном объеме. Они разделили нас на две части. На немцев, которые были депортированы из России или из других советских республик бывшего СССР, и на немцев украинских. Поэтому, собственно говоря, все эти законопроекты нас не устраивали, о чем мы активно и говорили. Сегодня указ, который вышел для нас, в общем-то, несколько даже неожиданно, он учитывает интересы депортированных в полном объеме. Теперь мы ждем сейчас механизма реализации этого указа. То есть, что касается реализации, еще каких-либо наблюдений над ходом этой реализации вы не располагаете? Вы знаете, мы находимся в активном диалоге со всеми ветвями власти. Я не буду перечислять, сколько было у нас встреч с представителями всех ветвей власти, но мы сегодня уверены, что возможность возвращения немцев в Крым будет. Тем более, что уже есть и ряд законопроектов, которые поданы в Госсовет Республики Крым. Мы их уже обсуждали, мы сделали свои дополнения, изменения, предложения к этому законопроекту. И я думаю, что нас услышат. Мало того, в ближайшее время мы будем рассматривать эти законопроекты в Общественной палате Республики Крым, на комиссии, которая занимается вопросами культуры, вопросами междунациональных отношений. Я думаю, что Общественная палата достаточно мощный рычаг для того, чтобы наши предложения были услышаны и учтены. Кроме тех идей, о которых Вы говорите, о перспективах долгосрочного будущего, уже были озвучены представителями Вашей общины, лично Вами инициативы, ну, например, по реформированию Госкомнации. Эти инициативы были услышаны наверху? Да, я Вам хочу сказать, что на наш взгляд, и мы об этом и раньше говорили много, в составе Госкомнации, Резкомнации, безусловно, должен был быть аналитический отдел, который бы на высоком профессиональном уровне мониторил межнациональные вопросы в Республике Крым и на высоком профессиональном уровне давал бы рекомендации, как и с какой ситуации выйти нашим властям Республики Крым. И вот мы разработали армяне, болгары, греки, немцы свое предложение о передаче Украинского информационного центра под юрисдикцию Госкомнации. Сегодня такое распоряжение уже есть, и мы просто довольны, что нас услышали, и то, что такое отдел будет работать. Это важно не только для нас, для депортированных, это важно для всех граждан Крыма. Юрий Константинович, в одной из реплик Вы упомянули Общественную палату. Вы член Общественной палаты Республики Крым. Вот как Ваше участие в работе этого важного органа помогает решить те проблемы, с которыми сталкиваются члены Вашей общины в Крыму? Я вам хочу сказать, что мы изучили работу Общественной палаты Российской Федерации, и мы просто уверены в том, что это очень важная организация с широкими полномочиями. И вот уже составилось несколько заседаний Общественной палаты Республики Крым во главе с Григорием Иоффе. Я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, ни один законопроект не будет принят без обсуждения в Общественной палате. И народный контроль, обсуждение законопроектов, это, в общем-то, я думаю, что это важный момент в создании гражданского общества. И судя по работе Общественной палаты Российской Федерации, я просто в этом уверен. Судя по Вашим репликам, складывается ощущение того, что до референдума у Вашей общины не было таких рычагов контроля за исполнение решений исполнительной власти. Вы совершенно правы. До референдума таких рычагов у нас не было. Хотя мы вплотную работали и с Верховным Советом Крыма, и с Советом Министров, но такого рычага не было. Был Общественный Совет, но это все было достаточно, ну... Декларативно. Декларативно, совершенно верно. Ну, во всяком случае, вот сейчас 40 человек входят в состав Общественной палаты Республики Крым. У нас есть представитель Общественной палаты Республики Крым в Общественной палате Российской Федерации Ивана Ивановича Бажер, который уже активно проводит работу и лоббирует интересы крымчан, и в том числе и интересы депортированных. Я думаю, что лучшего варианта у нас до этого не было. Вот мы сейчас снова вернулись к теме репрессированных народов. Что касается культурной автономии, о которой тоже говорилось в указе президента России о реабилитации репрессированных народов. Как в этом направлении Ваша община продвинулась? Мы активно входим в правовое поле Российской Федерации. Мы уже зарегистрировали ряд местных национально-культурных автономий немцев, получили учредительные документы, печати. Мы сейчас выходим уже на регистрацию национально-культурной автономии немцев в Республике Крым. Изучили полностью все нормативные акты в отношении автономии. Изучили работу автономии в Российской Федерации. Мы уже были в Москве. И вот сейчас в ближайшее время я буду вылетать в Алмату, где мы встречаться будем, руководители немецких объединений. Я вам хочу сказать, что это очень удачное решение национальных проблем, которые существуют у национальных меньшинств. Я считаю, что и предлагаю, и призываю все национальные объединения активно принять участие в регистрации национально-культурной автономии. Это важный рычаг, это важный орган, который будет работать с органами власти. Юрий Константинович, у нас осталось меньше минуты, но есть вопрос, который у всех на слуху. Тема санкций некоторых европейских правительств против России. Традиционно считается, что у крымских немцев действительно прочные связи, культурные, в том числе частные, на уровне частных контактов с немцами, европейскими. Как вот эта проблема конфронтации Европы и России сильно ударила? Изменила ли жизнь крымских немцев? Я вам хочу сказать, что наша диаспора не ощутила тех санкций, о которых вы говорите. Это первое. И второе, мы ежедневно работаем с нашими партнерами в Германии, с немецкими объединениями российских немцев, и занимаемся народной дипломатией, дабы дать объективную информацию, как мы здесь живем и что у нас здесь происходит. И буквально в сентябре месяце мы встречаем группу немцев, 20 человек, которые изъявили желание ознакомиться с жизнедеятельностью нашей организации и с тем, как живут крымчане, что у нас происходит. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы все-таки эти санкции, которые существуют, в ближайшее время были сняты. Ну что ж, в таком случае, Юрий Константинович, удачи в работе. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Но мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Спасибо. Продолжение следует...